8 книг в помощь для карьерного роста Елена Рязанова работа, которая заряжает. Как не выгореть, занимаясь любимым делом. Иллюстрированная новинка от Лены Рязановой о том, как сонастроиться с самим собой, чтобы работа начала заряжать и приносить радость. Энергия в работе – это не вопрос, что делать. Это вопрос, как это делать. Другими словами, способ быть в своей работе так же важен, как выбор работы. Если процесс работы начнет вас убивать, результат либо не будет иметь смысла, либо вы к результату просто не доползете. Поэтому важно научиться конфигурировать под себя любые задачи. В процессе чтения книги вы поменяете свое представление о том, какая работа вас заряжает, вы уйдете от идеи мое, не мое, от представления. Что идеальная работа вообще существует, и придете к идее, что на самом деле одна и та же работа может как заряжать, так и обесточивать. В результате вы начнете лучше понимать себя и увидите результат, получите больше удовольствия и энергии, уже сейчас, а не в отдаленном будущем. Елена Рязанова – это норм. Книга о поисках себя, кризисах карьеры и самоопределении. Основана на реальных историях. Продолжение бестселлера «Никогда-нибудь». Книга рассказывает о проблемах, кризисах, усталости и выгорании профессионалов. Она поможет вам выдохнуть, перестать паниковать, ломать и переделывать себя, и принять цикличность нашего развития. Поиск себя – это не прямой путь к какой-то понятной точке, после которой ты, наконец, счастливый встаешь каждое утро на работу, как на праздник. Поиски призвания могут затянуться, любимое дело может надоесть, мечты могут обернуться разочарованием, и вообще однажды может наступить день, когда вроде все получилось, но мы подумаем, кажется, все не так. Я снова пришел не туда. И знаете что? Это норм. Путь профессионала – это непрямая, ясная дорога до самого горизонта. Начиная с поиска в себя, все может пойти не так, как мы привыкли думать, но это не значит, что все неправильно. Скотт Янг. Суперобучение. Система освоения любых навыков. От изучения языков до построения карьеры. Скотт Янг, изучив результаты последних исследований и опыт выдающихся личностей, нашел те методы обучения, которые дают максимальный эффект, позволяют лучше понять и запомнить информацию, а также раскрыть новые таланты. Он сформулировал 9 принципов быстрого самообразования, позволяющие осваивать сложные навыки, получать необходимые знания, максимизировать конкурентные преимущества и выстраивать карьеру. Эти принципы пригодятся всем, кто хочет научиться чему-либо самостоятельно, овладеть языком или несколькими языками, получить новую профессию или освоить несколько инструментов для создания продукта или бизнеса с нуля. Амина Айтси Силми «Ловушка успеха» Почему хорошие люди остаются на работе, которая им не нравится, и как вырваться на свободу? Вы чувствуете, что попали в ловушку токсичной культуры труда? Или застряли на работе, с которой вроде бы отлично справляетесь, но которую ненавидите от всей души? Почему хорошие люди так долго остаются на плохой работе? Книга «Ловушка успеха» даст ответ на все вопросы и покажет, что делать в подобной ситуации. По оценкам, 80% людей западного мира хотят сменить работу. Если вы принадлежите к данной категории, тогда эта книга поможет вам осознать подспудные причины, по которым человек остается на нелюбимой работе. Возродить связь с тем, что для вас действительно важно, и даст практические советы и рекомендации, мотивирующие на обретение контроля над собственной карьерой. Автор книги, профессиональный коуч и консультант, доктор наук Амина Айтси Силми, использовала для ее написания результаты многолетнего опыта работы в области медицины, политики здравоохранения, коучинга и консультаций для сотен организаций и индивидуальных клиентов. Кроме того, внушительный багаж научных исследований, включая проект «Аристотель Гугл» и участие в подготовке доклада «Благополучие на рабочем месте Всемирного Совета Счастья», дали автору возможность предложить ценные наблюдения и полезные выводы, которые вы сможете применить в своей жизни. Не оставайтесь на нелюбимой работе. Эта книга поможет вам выбраться из ловушки успеха. Ольга Лермонтова «Работа по любви». Как построить успешную карьеру и превратить ее в источник вдохновения и счастья. Карьерный коуч и основатель крупнейшей в СНГ платформы для профессионалов карьеру. Клуб Ольга Лермонтова уверена, что работа может быть увлекательной и приносить радость. В своей книге она рассказывает о внутренних и внешних факторах построения карьеры, установках и мотивации, планировании и продуктивности, профессиональной самооценке, нетворкинге и действиях в условиях кризиса. Прочитав ее, вы узнаете, как планировать карьеру и черпать в своей работе вдохновение, на что опираться в процессе и какие рычаги задействовать. История реальных людей, однажды принявших судьбоносное решение и изменивших свою жизнь и карьеру, и эффективные упражнения позволят вам разработать собственную стратегию и действовать в соответствии с ней. Дэниел Гоулман «Эмоциональный интеллект в работе» Эмоциональный интеллект в работе – это своего рода продолжение бестселлера «Эмоциональный интеллект». Развивая тему ИК, почему для того, чтобы преуспевать, так важно обладать набором компетенций, определяющих умение управлять своими чувствами, Гоулман погружает читателя в рабочие будни. В книге множество потрясающих историй триумфов и поражений и убедительных доказательств того, как наличие или отсутствие эмоционального интеллекта определяет уровень успешности. Что же делать, если ИК недостаточно для карьерного роста? Гоулман уверен учиться. Он приводит практические рекомендации по развитию эмоционального интеллекта, и эти главы не должен пропустить ни менеджер, ни руководитель компании. Эмоциональный интеллект в работе может стать самой важной из всех деловых книг, которые вы читали. Тимоти Голви «Работа как внутренняя игра». Раскрытие личного потенциала. Это книга о том, как добиться максимальной самореализации, раскрыть весь потенциал своего «я», легко, без перегрузок и насилия над собой, добиться высоких результатов в работе. Как получать удовольствие от работы, как преодолеть скуку, связанную с рутинной работой, как объективно оценивать ситуацию на работе и свои перспективы, как правильно отдыхать. Еще она о том, как научиться учиться, самостоятельно думать, невзирая на авторитеты и стереотипы, получать, что хочешь в нужное время и так, как тебе это нравится. Игорь Манн номер один Как стать лучшим в том, что ты делаешь Многие заявляют, хочу стать номером один в своей сфере деятельности, но мало кто действительно делает что-то для этого, тем более выговоренный срок. Неудивительно, сделать себя самому непросто, требуется системный подход и внимание к деталям. Эта книга как раз и предлагает чек-лист, который легко модифицировать под вас лично. После прочтения и заполнения специальных таблиц, срез сильных и слабых качеств, определения приоритетов, пути развития ключевых навыков, изменения имиджа, методы самомаркетинга, вы получите пошаговый алгоритм продвижения к цели. Автор Игорь Манн сам стал номером один в российском маркетинге. Эта книга, его собственный опыт и опыт десятков других людей, которые упорно работали над собой, чтобы стать лучшими в своем деле. Вам это тоже удастся.